Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я хочу с вами поговорить об арт-терапии. Термин арт-терапии дословно переводится как терапия искусством. Изначально классическим видом арт-терапии было рисование. Давайте заглянем в глубину веков. 5-6 тысяч лет назад в глубокой древности на скальных рисунках древние люди изображали различные ритуалы, связанные с их жизнью. Эти рисунки им помогали избавиться от их переживаний, от их страхов. На сегодняшний день арт-терапия становится все более популярной среди педагогов, психологов, психотерапевтов. Это делает ее наиболее ценной для тех, кто недостаточно хорошо владеет речью, затрудняется в словесном описании своих переживаний. К таким людям относятся дети с речевыми нарушениями. А также для тех, кто чрезмерно связан с речевым общением, это, конечно, мы, педагоги. Сегодня я предлагаю вашему вниманию две техники арт-терапии. Это сказка терапии и рисование на воде техника, техники Эбро. Эбро – это старинная изобразительная техника, пришедшая к нам из глубины веков, суть которой представляет собой рисование на воде красками. Суть данного способа заключается в том, что вода и краски имеют разную плотность, за счет чего краски растекаются на поверхности воды, не растворяясь в ней, и оставляют на поверхности выразительный рисунок из очень тоненькой пленки. После создания рисунка на воде он аккуратно переносится на бумагу или ткань. В результате на поверхности бумаги остается неповторимый рисунок. Процесс воспринимается всеми как волшебство. Эбро – это рисование, в основе которого лежат правильные природные формы, а именно круги. Каждая капля, которая попадает в воду, растекается в круг, который мы можем преобразовать абсолютно в любую желаемую форму. Как минимум, Эбро дает возможность расслабиться, отдохнуть. Ведь именно в таком состоянии лучше всего занимаются стрессы, внутренние напряжения. Приглашаю вас в наш волшебный сад. Посмотрите, сундучок. Давайте откроем его. Чье же это перо? Кто его потерял? В некотором царстве, в некотором государстве, в сказочном стране, в прекрасном саду, жила волшебная птица. Ее оперенье горит как огонь, поэтому ее называют жар-птица. Где она появляется, сразу становится тепло и светло. Растут в том саду молодильные яблоки, возвращающие молодость старикам. Днем жар-птица сидит в золотой клетке, поет свои райские песни. А ночью летает жар-птица по саду, вся как жар горит. Но только случилась беда. Злая волшебница заколдовала ее. Жар-птица потеряла свой хвост. Потемнела, птицы перестали петь. Все вокруг завяла. Давайте поможем жар-птице найти свой хвост. Говорить волшебство. Для этого нам понадобится лоток. Вода в нем. Краски специальные. Кисть с жесткой щетиной. Деревянные палочки. Салфетки. И лист пищебумаги. Сначала нам надо сделать фон для нашего рисунка. Набираем любую краску на кисточку. И начинаем ее, постукиванием, разбрызгивать по воде. Фон можно создать из двух видов краски. Например, можно набрать еще зеленую. Далее берем деревянную палочку и начинаем разводить фон. Делаем движение по поверхности воды сверху вниз. А затем слева направо. Затем начинаем рисовать само перо. Набираем краску и начинаем капать. Один круг, второй круг, третий и четвертый. Обязательно вытираем палочку. Берем следующий оттенок краски. И в центр каждого круга добавляем следующий оттенок. На предыдущий оттенок накладываем следующий. Можно добавлять около 5-6 слоев краски, чередуя оттенки друг за другом. Теперь начинаем проводить по кругу. Два линии поперек каждого круга по три линии. И забираем одну линию посерединке. У нас получилось перо. Теперь переносим рисунок на бумагу. Кладем на перо сверху лист бумаги. Прижимаем его. Говорим волшебные слова. Крабли, кредли, бум. Рисунок появись. И теперь мы подарим жар птицам. Пусть эта птица принесет в вашу жизнь тепло и удачу. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова